Чемпионат Беларуси по пляжному футболу в этом году собрал шесть команд. И, наверное, это тот случай, когда, можно сказать, целых шесть, а не всего шесть. Ведь все эти футбольные коллективы показывают высокий уровень игры. Почти во всех клубах есть члены сборной республики. И уж точно игроки в эти футбольные дружины отбирались не по остаточному признаку, а в соответствии с критериями, которые предъявляются к участникам уже седьмого чемпионата Республики Беларусь по пляжному футболу. Я могу только подтвердить ваши слова, что пляжный футбол сделал не существенный шаг вперед, а он сделал, наверное, десять шагов существенных вперед. Потому что я начинал с первого турнира, и вот сейчас уже седьмой мы, середину, что называется, экватор седьмого чемпионата уже проводим. В чем только разница отрицательная в том, что когда-то в первом чемпионате участвовали и желали участвовать, то есть очень много команд, мы проводили чемпионат города, в общем, желающих было очень много. Потом это желание немножко поутихло. Но, наверное, мы выиграли в том, что появилась какая-то стабильность. Пускай у нас в среднем шесть, восемь команд, в данном случае сегодня у нас на сегодняшний день шесть команд в седьмом чемпионате участвуют. Но, тем не менее, я считаю, что если бы у нас было 16 там команд или 24, от этого уровень чемпионата вряд ли вырос бы. А вот сейчас, вот посмотрите, каждая игра таит в себе столько загадок, счет всегда непредсказуем. Действительно, результаты матча были непредсказуемы. Но скажите, кто мог подумать, что действующий чемпион страны Борисовский Батэ уступит команде Кировск? Хотя после воскресного поражения уже нашего М-Сити от того же Кировска стало понятно. Победа над лидером случайностью не была. Но Мазаряне, как и в первом туре, в стартовый игровой день одержали две победы над Брестковой Гуной 6-3 и Солигорским Горняком 8-5. А вот второй день начали с вышеупомянутого поражения от Кировска 2-5. А ведь впереди М-Сити ждала еще встречи с самим чемпионом Батэ. Очень здорово, что на Мозорской земле второй тур. Ожидается в сентябре Кубок Белоруссии. Сегодня очень такая пляжная погода, много зрителей. Наша команда усиленно готовилась. Она немножко поменяла организационный свой статус и название. Она сейчас называется М-Сити, но это Мозорские ребята. То есть состав в принципе тот же. Мы 50% очков набрали в первом туре в Витебске. Достаточно неплохо выступили. Вчера 100% результат. Сегодня, к сожалению, в принципиальнейшем нашем дерби с кировской командой. Мяч в мяч в третьем периоде. Свой гол не забили. Наши соперники воспользовались и проиграли. Но в целом мы удовлетворены. Прекрасная погода. В общем-то, наверное, Мозор еще раз доказывает, что это столица пляжного футбола в самом обозримом будущем. Действительно, Мозор имеет все шансы на то, чтобы стать столицей пляжного футбола. Правда, для этого еще нужно многое сделать, как на ниве организационной работы, так и в плане спортивных результатов. Хотя уже сейчас наша команда одна из лучших в республике. И пусть мозоряне сегодня уступают тому же Бате. Делают они это с достоинством. Впрочем, к поединку между Мозорской и Борисовской командой мы еще вернемся. А сейчас обратим ваше внимание на матчи в Витгазэнерго и Кировска. Воистину, эта встреча стала одним из самых интересных в туре. И пусть на этот раз Кировск уступил, но уступил он сражаясь. Да еще такому сильному оппоненту, каким является Витебский клуб. К слову, витебчане начали сезон не слишком ярко. Однако уже в Мозорском туре северяне ощутимо добавили и стали претендентами даже на первое место. Как бы, конечно, задачи ставим самые высокие, быть первыми. Ну, как сложится, будем смотреть. Надеюсь, все получится. Поначалу тяжело было еще, привыкали пока. Немножко другие игроки появились, пока сыгрывались, наверное. Ну, слава богу, сейчас вроде получше играть стали. Надеюсь, так будет дальше. Было приятно слышать от такого опытного футболиста, как Олег, пару условий игры на стадионе Мозорского филиала Гумельского училища Олимпийского резерва. Я думаю, все хватает. Поддержка зрителей, все хорошо. Спасибо большое. Всегда здесь приятно играть уже, который год. Очень приятно. Спасибо. Отметим, что тренирует Витгас Энерго наставник национальной команды Бразилии Жильберта Коста. А что до местных болельщиков, то они и вправду радовали. И в особенности те, кто не пропускал ни одного матча любимой команды. Или, если быть честнее, своего любимого футболиста. Мой парень Сергей Климиченко. Мне нравится пляжный футбол. Я полюбила его, потому что он играет. И постоянно с ним везде ездила. Молодечно. Везде в Минск. Поинтересовались мы у Марии. Есть ли, на ее взгляд, шансы ОМ-Сити в противостоянии с Борисовским Батэ? Могут ли наши футболисты победить в этом матче? Если немножко постараются, будет больше уверенности, больше цели. И тогда будет все получаться. К чести ОМ-Сити матч получился. И хотя борисовчане победили 3-1, никто не упрекнет хозяев площадки за пассивность. Они сражались, как могли. А Иван Литейский, забивший мяч и капитан Игорь Найбич, так и вовсе показали обращик воли к победе и самоотверженности. Впрочем, все футболисты и тренер ОМ-Сити стоят того, чтобы им сказали слова благодарности. А Батэ, что говорить, это действующий чемпион и лидер первенства. Кстати, и в составе ОМ-Сити, и в составе Батэ на песок выходили тренеры этих клубов. В Мозорской команде это Иван Трофимов, а в Борисовской Виталий Крупица, который умудрялся и играть отменно, и своими подопечными руководить умело. Уму непостижимо, как ему это удается. Конечно, это непросто, и вы правильно подметили, что усмотреть все, когда на поле, на скамейке, когда весь в игре, наверное, невозможно. Но у нас очень хороший квалифицированный тренерский штаб, у меня два помощника. И во время игры, игрой практически управляют они, я играю. Между играми больше я управляю, а именно в играх они управляют, а я играю. Здесь у нас четкое разделение, профессионализм. Не обошел вниманием Виталий и при пяти только что завершившегося матча. Конечно, сегодняшний матч нам понравился, нам всегда приятно играть с Мозырем, неважно где, в Мозыре. У хозяев очень хорошая команда, лично мне она импонирует тем, что она не, знаете, как против сильных, против лидеров все стараются играть от обороны. А мозырская команда, она всегда играет на атаку, у нее приоритет атака, а это нравится зрителям. И мне команда очень импонирует, и нравится играть. Вы видели, моментов было много и у нас, и у них, но где-то мастерства не хватило, где-то усталость. Все-таки четвертая игра за второй день, ну и, конечно, хорошо сыграли вратерии. А команде Мозыря только мои комплименты, очень хорошая играющая команда. Мозыряне, конечно, были расстроены поражением, но вместе с тем они понимают, что класс соперника на сегодняшний день выше. И поражение М-Сити со счетом 1-3, можно сказать, отражало соотношение сил играющих команд. Первое, хотел бы сказать спасибо болельщикам, что пришли, два дня нас поддерживали, несмотря на такую жару. Как бы погодные условия были очень сложные, как для болельщиков, так и для футболистов. Оценивая нашу игру, хочу сказать, что в первый день сыграли хорошо, выиграли две игры. На второй день, может, где-то не хватило концентрации сил, пропустили, ну, обидные мячи. Вот с БТ два гола пропустили на собственных ошибках. В первой игре с Кировском тоже, ну, много ошибались. Не хватает немного организованности, а, в принципе, по составу команды, по футболистам, в принципе, у нас неплохая команда. Уже в конце этой недели в Молодечное пройдет третий тур чемпионата Беларуси. И вот там уже М-Сити надо брать максимально возможное количество очков, чтобы остаться в круге претендентов на третье место по итогам всего чемпионата, который в этом году состоит из четырех туров, или, как их еще называют, гран-при. Уже это был последний матч в рамках второго...